Всем огромнейший приветик, с вами Алиса и я, Хочешь на тебя. Сезон 3, серия 2, Хоккайдо. Сбоку вдруг бабахнуло, ты подпрыгнула, ловя вставшее на дыбы сердце. Выстрелы, где? О, ребята, салюты. Обожаю салюты, только что-то я их не вижу. По-моему, стреляют вон там. Да, нужно будет обойти все ряды, чтобы их увидеть. Мерзкая дрожь расслабила когти, сжавшиеся на твоих внутренностях. Ты сделала максимально веселое и улыбчивое лицо. Типа растянула такая, да, мне весело. Так давайте скорее, чего мы медлим? Рука Александра легла на твои волосы. Александр рад романтичному моменту с тобой. Необычная такая табличка. Губы прижались к виску. Ничего не бойся, я же рядом. Ты прикусила губу, испуганно покосилась на него. И как он догадался, что я испугалась? Я так старалась это скрыть. Ты же не железный. История с Кристофером должна была чему-то научить нас. Да, в первую очередь тому, что нельзя оставлять окна открытыми, когда планируешь шантаж. Я попался в ловушку. Я не идеальный. Ужасно, правда? Ты крепко задумалась над этим невинным вопросом. В беспечной голове Александра тебе почудилось напряжение и даже страх. Он боится, что я разочаровалась в нем? Ребята уже успели значительно оторваться от вас. Твой мужчина ласково надавил на твою поясницу, поторапливая. Ой, как классно сделали! Толпа рассыпалась по краю реки. Ее мерный гомон стелился над водой, прерываясь частой дробью взрывов. Вы встали подальше от всех, чуть в сторону от Рэйчел и Сэма. Ты вжалась плечом в грудь Александра и, не глядя ему в лицо, выдохнула облачко пара. Я считаю тебя идеальным. Ты проявила внутреннюю доброту. Краем глаза ты ухватила самодовольную улыбку и тут же щелкнула его по носу. Не пойми меня неправильно, ты все еще бываешь моральным уродом. Ну, началось. Вот эти шуточки в стиле Агаты. Ты не сдох еще, придурок, но я тебя люблю, ты идеальный. Иногда ты просто ужасен, невыносим, и мне хочется макать тебя лицом в снег. Но то, что я злюсь, не делает тебя хуже. Ты просто человек, и я люблю тебя со всеми твоими тараканами. Люблю, когда ты прав, или ошибся, или сморозил глупость, или был гениален. Иногда злюсь, иногда радуюсь, иногда хочу закопать, но не прекращаю любить. Он не ответил. Ты скосила на него вопросительный взгляд и натолкнулась на улыбку. Ну, вообще, когда говорят такие слова, как-то надеются на взаимность, что ли. Мне нравится убеждаться в твоей мудрости. Каждый раз говорю себе, что был чертовски прав, когда выбрал тебя. Фух, это еще вопрос, кто кого. Он весело фыркнул в твои волосы, прижавшись к ним носом. Салют дробился над вашими головами, раскрашивая небо причудливыми звездами. Отправив мужчин вперед, вы с Рейчел забежали в туалет, чтобы переодеться. Наконец, собравшись в кучку и устало зевая, твоя команда двинулась к выходу. Толпа все еще гудела, но некоторые лавки уже начали закрываться. Что теперь? Надо забрать вещи с вокзала и двигаться на Хоккайду. А поезд в два? Два пятнадцать. У тебя же билет есть, мог бы посмотреть. Ну, часик у нас есть, успеем. Но тормозить все равно нельзя. Давайте сфоткаемся перед уходом. Еще чего, компромат она решила собрать. Не будь букой. Давай, одно селфи. Ни за что. А я тебе. Буду ныть до самого Хоккайда? Ни-и-и-и. Куплю ананас, ладно, так уж и быть. Шантажистка. Становись давай, я тоже хочу селфяшку. Александр закатил глаза, всем своим видом показывая ужас от происходящего. Сэм и Рэйчел встали у его боков, широко улыбаясь. Ты воткнулась в пространство между ними, вытянула руку вверх. Класс. Ой, блин. Саша что-то с лицом сделал. Супер. Эта фотография украсит финальный экран главы. Ааа, там же такие были места, точно. Слушайте, скорее всего это весь сезон мы так будем делать селфяшки, как сказала Рэйчел. И в конце истории у нас будут такие фотки на память. Ой, у меня нос какой-то странный. Нормальный у тебя нос, пошли уже. Действительно, на поезд опоздаем. А может, все-таки переделаем? Шипя от негодования, Александр схватил девушку под мышку и двинулся на выход. Такси еле-еле пробралось по заснеженным дорогам. Высадив вас у дорожки, ведущий к входу таксист ретировался. Я не поняла, что он говорил, но звучало это недружелюбно. Сказал, что только такие психи, как мы, могли поехать в эту глухомань в такое время года. Слабак. О, знакомые все лица. Ты прищурилась против солнца в указанном им направлении. Ну, Евасик. Они такие смешные в этих костюмах. У нас тоже такие будут, интересно? О, ребята, привет! Элия первый заметил вас и, махнув рукой, повернулся к Еве. Так, кивнула, кидая на вас быстрый взгляд, а затем спросила что-то у мужчины, рядом с которым стояла. Так, какой-то новый мужчина. Интересно, кто это? Наверное, простой постоялец, да вряд ли бы Ева с ним разговаривала. Лучше спросить у ребят. Или, думаешь, они успели завести тут друзей за один день? Тем временем, Эли уже подошел к вам. Ребята, приятно вас видеть. Как добрались? Удивительно быстро. Это потому, что ты спала всю дорогу. И не храпела, в отличие от некоторых. И по почкам ему еще вре шага. Вижу, вы все в бодром настроении. Более-менее, а вы? А мы собираемся на лыжную станцию. Хотя, как до нее добраться, непонятно. Она отряхнула с ладошек снег и приветливо улыбнулась. Никто не может толком объяснить на нормальном английском. Мужчина за ее спиной продолжал стоять неподвижно. К нему от отеля двигалась девушка. Ух ты, а это маски Йокая. Наверное, прислуга. Приобняв девушку за талию, мужчина вальяжно продефилировал в сторону заснеженного леса. Или нет? От ленивых размышлений тебе отвлек голос Элия. Присоединитесь к нам, как разберете вещи. Я бы лучше сейчас завалилась кое с кем в постель. Не, ребят, нам бы отдохнуть с дороги. Гигант сверкнул на вас белозубой улыбкой и отсалютовал двумя пальцами. Ну, тогда завтра отдыхайте. Хрустя снегом, твои партнеры двинулись с заснеженной дороги. Эх, а я ведь подставила их тогда в Швеции. Стыдно-то как. Твое отношение к ребятам улучшилось. Надо будет как-нибудь еще раз поговорить с ними об этом. Так что, пойдем размещаться или будем ночевать тут? Пойдем, пойдем. Ой, кажется мы не вовремя. Обалдеть, конечно, место. У стойки администратора стоял внушающего вида мужчина и что-то недовольно рычал. Бедный администратор без конца кланялся и что-то лепетал в ответ. Ой, действительно он такой грустный. О чем речь? Понятия не имею. Он говорит что-то вроде «Еще раз увижу, будут проблемы». Повернувшись на звук открывшейся двери, мужчина нахмурился еще больше. Затем, выплюнув еще пару ласковых в сторону администратора, он выкатился из помещения каменной лавиной. Выкатился из помещения каменной лавиной. Вот это обороты. Брррр, терпеть таких не могу. Администратор, наконец обернувшись к вам, несколько раз глубоко поклонился. Иращай Масе. Здравствуйте. Я дико прошу прощения знатоков японского языка, я в нем полный ноль. Я здешний администратор. А вы Агата Харрис, Александр Нильсон, Рэйчел Линд и Сэм Макота? Все верно. Ничего себе сервис. Ой, что вы, нам далеко до совершенства. Харрис-сан, ваши друзья попросили сказать, что они ушли кататься на лыжах. Да, мы встретили их у отеля. Тогда вы позволите мне разместить вас в комнатах и рассказать об отеле? И поскорее. Я сейчас умру, если не залезу в источник или хотя бы в сауну. Регистрация займет пару минут. Желаете отдельные комнаты для всех? Как разместиться? Никаких ага. Я буду не одна. Да? А с кем? С Рэйчел? Ты мстительно ткнула его локтем в бок. Но он сам нарывается. Не зря Агата его лупит часто. Мужчина схватился за живот, притворно умирая. В общем, одну комнату для меня и этого дурака, пожалуйста. Как пожелаете. Он быстро что-то прощелкал на клавиатуре под стойкой и буквально через минуту улыбнулся. Следуйте за мной, пожалуйста. Нет, вещи оставьте, ими займутся. Сбоку от вас немедленно возник юноша. Ужесть. Уф, они у вас такие пугающие. Мнения гостей часто разделяются по этому поводу. Согласен, мне они даже нравятся. Но пока мы видели только двоих, рано судить. Вы видели кого-то вне отеля? Опачки. Не зря же он об этом спросил. Так что-то намечается уже. Да, девушку с каким-то мужчиной. Йома нахмурился, но тут же расцвел в услужливой улыбке. А что вы скажете, Харисан? Меня они... Ой, я даже не знаю, настораживают? Настораживают. Я не боюсь, просто не люблю обезличенность. Она рождает во мне опасения. Очень глубокая мысль, Харисан. Но его взгляд был погружен в себя. Ты досадливо фыркнула. Задал вопрос только, чтобы спросить, а ответа даже не слышал. Раздражает. Ну, наверное, обдумывает, вот это то, что девушка там за пределами гостиницы. Администратор, почтительно поклонившись, повел вас по коридору вглубь отеля. Очень интересно посмотреть на наши комнаты. Я предлагаю вам переодеться и встретить меня у спа-зоны. Я расскажу вам о преимуществах отеля. Первым делом, оказавшись в комнате, ты выбралась из надоевшей и слишком теплой одежды. Александр с интересом следил за тем, как ты скачешь по комнате, разбрасывая вокруг штаны и свитера. Класс. Во время очередного пробега мимо он вдруг сгробастал тебя поперек талии. Эй, ты чего? Я ничего, ты просто такая аппетитная. Перегнув тебя через коленку, он впился зубами пониже талии. Ты завизжала, захохотала и забила в воздухе руками и ногами. Он отпустил тебя довольный произведенным эффектом. Сейчас я сама тебе что-нибудь откушу. Откусишь, ночью, а пока... Он развернул тебя спиной к себе и хлопнул по попке. Одевайся давай, нас ждут. Ты заворчала, мол, сам дурак, но поспешно натянула халат и первая выскочила из комнаты. Собравшись возле зоны спа, вы внимательно уставились на Юму. Я расскажу вам только самую основную информацию, чтобы не утомлять ваше внимание. Позвольте принести вам глубочайшие извинения за то, что наша спа-зона не лучшая в мире. Вообще не понимаю этих японцев. Знакомство с нашим отелем я предлагаю начать именно отсюда. Мы рады представить нашим гостям скромные сауны, джакузи и два бассейна. Это, разумеется, помимо самих источников, которые вы найдете, если повернете направо за зоной спа. Мы также сотрудничаем с местным лыжным курортом, где вам предоставят бесплатный инвентарь для катания. Прямо перед отелем есть выход в лесную зону, где проложены специальные дорожки для прогулок. Я уже хочу туда. Пожалуйста, не углубляйтесь в лес далее отмеченной зоны. Там легко заблудиться. Также в отеле есть зона для развлечений и небольшой сад камней. С шести утра до одиннадцати вечера для вас открыт ресторан. Доставка в комнату круглосуточная. Он умолк, вежливо улыбаясь. Юма, аригато. Ты чуть склонила голову, демонстрируя свое уважение. Администратор тут же расцвел в приятной улыбке. Юме приятна твоя воспитанность. Я всегда к услугам наших дорогих гостей. Если вам понадобится что угодно, спросите меня или любого сотрудника. Извините, что сейчас оставляю вас. Наши сотрудники будут рады сделать все для вашего комфортного отдыха. Аригато, Гадзэмас. Вы раскланились, и Юма оставил вас одних. Ну что, в сауну? Да, да, хочу. А я хочу глянуть на сад камней и на источники. Да, я тоже за источники. А я за сад камней. Фу на вас. Уходите, вы противные. Мы уйдем, но ты еще услышишь о нас? Надеюсь, только хорошее. Ты махнула на них рукой и с вожделением уставилась на спа-зону. Мальчишки, негромко что-то обсуждая, вышли из поля вашего зрения. Ты хищно подобралась к стойке, за которой сидела девушка с бейджем Монако. Здравствуйте, Монако. Мы бы хотели погреться в сауне. Добро пожаловать в спа-зон, уважаемые гости. В данный момент открыта одна горячая комната. Я буду рада предоставить ее вам. Позвольте мне дать вам полотенце и другие принадлежности. Не успела ты ответить, как за спиной раздались шаги. А опять этот мужчина с улицы. Обдав у вас троих презрением, он продефилировал мимо и хлопнул дверью сауны. Ну офигеть вообще. Ээээ... Этот джентльмен умирает от обморожения? Ибо я не вижу других причин для такой спешки. Монако посмотрела на вас широко распахнутыми глазами, а потом заметалась вдоль стойки. Он, получается, занял последнюю комнату? Затем она выбежала, подбежала к двери сауны и робко постучала. Акеку-сан, моши вакега аримасэн? Из-за двери раздалось что-то нечленораздельное, но определенно неодобрительное. Когда девушка повернулась обратно к вам, в ее глазах стояли слезы. Мои глубочайшие сожаления, но... Сауна занята, к сожалению. А что, других комнат нет? Я же говорила, надо было в сад ко мне пойти сразу. В связи с тем, что гостей сейчас мало, мы приняли решение. Я хочу сказать, что... Они все находятся на профилактике до завтрашнего дня. Мне невероятно, безумно жаль. Позвольте мне загладить вину. Монако, не переживайте вы так. Почему вы должны отвечать за действия всяких... Чудаков? Ага, чудаков только на букву М. Ты метнула на дверь сауны взгляд, способный подпалить сток соломы. Монако тут же начала кланяться и бормотать извинения пополам с благодарностями. Ой, ну перестаньте, пожалуйста. Мы найдем чем заняться, да, Рейч? Разумеется. Мы же взрослые девочки. Ладно, пойдем тогда на источник. Полежим в теплой водичке. Возвращайтесь, пожалуйста, через час. Я обещаю предоставить вам эту комнату. Спасибо, Монако. А мы вернемся. Сопровождаемые поклонами девушки, вы ушли туда же, куда раньше уходили мужчины. Передернувшись от удовольствия, Рейчел медленно опустилась в воду. Это волшебно. Она вытянула ноги из воды, пошевелила пальчиками и даже причмокнула от наслаждения. Ты ответила ленивым бурчанием, не желая приподниматься даже на сантиметр. А где мальчики, кстати? Они же должны были и сюда зайти. Ходят где-то. И пусть ходят. Нет. Согласно булькнув, ты тем не менее оглянулась по сторонам. И наткнулась на испытывающий взгляд девушки. Что? Тебе страшно? Нет. Это не вопрос. Я вижу, что тебе страшно сидеть тут без защиты. Ты поежилась от ее тона. Ну... Да, есть немного. Рейчел, приятно твоя открытость. Ты прерывисто выдохнула и насильно расслабила зажатую шею. Ты же понимаешь, так просто такие вещи не проходят. Да, я помню, как все разворачивалось. Ты прикрыла глаза, позволяя воспоминаниям унести тебя. Я не уверен, что получится. Откровенно говоря, шансов немного. А если я лично поговорю с судьей? Все осложняется тем, что все пользовались оружием. Он посмотрел на тебя сочувствием и легким осуждением. Агата, нам будет гораздо проще действовать, если ты скажешь нам всю правду. Мне плохо верится, что вы собрались просто выпить чаю, а потом похватали пистолеты. Ты перебрала сплетенные пальцы, снова надавив на синяк у основания большого пальца. Боль держала в реальном мире, не давала погрузиться в тишину отчаяния. Подняв глаза, ты встретилась взглядом с Оливией. Оливия, почему вы меня защищаете? Она замешкалась на долю секунды, прежде чем ответить. Потому что он тебя любит. Я не могу просто отвернуться от этого обстоятельства. Ты закусила губу. В оконном отражении ты видела свое лицо. Бледное, сосредоточенное, непроницаемое. В первую очередь для ада внутри. Ты же понимаешь, что мы все равно все узнаем. Александр упрям, но в логике ему не откажешь. Он не позволит тебе пойти на дно. Либо он, либо Рэйчел выдадут нам все почистую. Ты медленно выдохнула и... Решилась рассказать все. Хорошо, я скажу, но... Это выглядит по-идиотски. Больше, чем перестрелка в доме Нильсенов? Красноречивый взгляд Оливии уперся в дырку в стене. Ты вздохнула. К ней привели именно мои решения. Да. Слушайте. Ты выплевывала слова из легких, как кусочки стекла. После того, как ты замолчала, Густав и Оливия переглянулись. И? Ты сможешь что-нибудь сделать? Густав тяжело вздохнул и опустил подбородок на скрещенные руки. Посмотрим. Журчание воды смешалось с гулкой дробью дождя из воспоминаний. От того, что ты купаешься в чувстве вины, ничего не изменится. Ты вдохнула свежий запах зимы, старательно возвращаясь в реальность. Мне кажется, я поступила как последняя свинья. Этот оправдательный приговор, я его не заслужила. Я ведь убила человека. Ты защищалась. Ты прикрыла глаза, привычно забирая внутрь воющий голос ужаса перед собой. Я убила. Плеск и движение воды сказали тебе, что она подсела поближе. Чувство вины – это не просто демон, с которым нужно бороться. Оно ест твои ресурсы большой ложкой. Оно поглощает каждую лишнюю унцию сил. Ты улыбаешься, а я вижу круги под твоими глазами и тяжесть в движениях рук. Тебя загнали в ловушку. Ты выбиралась из нее как могла. Теперь настала пора рвать паутину, которая тебе выстроила собственное сознание. Чем раньше ты это сделаешь, тем меньше токсичности накопится в нас всех. Ты тяжело вздохнула, а она взяла в руку твою ладонь и начала медленно массировать. Ты устал от меня? Иногда дружить значит поддерживать, а не просто получать удовольствие. Значит, ты от меня устала. Значит, я твой друг, дурашка. А еще я верю, что ты все преодолеешь, потому что ты умница. Из центра ладони, которую она мяла, исходило приятное тепло. Ну, можно еще нет. Можно, а не можно. Спасибо за то, что ты со мной. Спасибо за то, что не сдаешься и продолжаешь бороться со своими демонами. Ты сжала ее пальцы в ладони, ловя себя на теплом ощущении внутри. Рэйчел улыбнулась, потянулась всем телом, зевнула и ткнула пальцем в экран своего смартфона. Ну что, пойдем выгоним того нахала из сауны? Да, пора бы уже. Совсем охамели. Лениво выбравшись из воды и завернувшись в халаты, вы пошлепали обратно в спа-зону. А я не понимаю, чем вам тут плохо. Стойка для персонала была пуста. Монако? Здравствуйте, есть тут кто? Убежала куда-то. В туалет, может быть. Не будет же она тут безвылазно сидеть. Ой, смотри, дверь открыта. Видимо, тот тип сбежал, не дожидаясь справедливой расправы. Мудро. Инстинкт самосохранения у него есть. Тогда мы можем не ждать Монако? Ну да, зачем? Полотенце только возьми. Ты подошла, рывком распахнула дверь и замерла. Нет, нет, это галлюцинация, нет. Что там? Ты присела, положила ладони на пол, пытаясь ухватить за хвост убегающее сознание. В луже крови на полу четко отпечатали следы твоих пальцев. Ну, начинается. Так, вот они пошли эти селфи. Но мне нравится эта фишка. Это что-то новенькое и интересненькое. Что же будет в конце? Вот, наконец-то, нам и стал понятен сюжет третьего сезона. Конечно же, наши ребята не могли просто так поехать отдохнуть на Рождество, да? Не с их удачей. Ну что, друзья, ждем развития истории дальше. Плэлист этой истории вы всегда найдете в описании под видео. Спасибо всем, кто читает вместе со мной. А с вами была Алиса. До встречи в следующем видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok